В селе Оксино построят ангар для сбора и хранения твердых бытовых отходов. Площадка для объекта практически подготовлена. Часть мусора собрана в специальные мешки. Тему продолжит Александра Литкова. Территория под строительство ангара на месте несанкционированной свалки бытовых отходов в селе Оксино расчищена и подсыпана. Мусор собран в специальные мешки, которые раз в неделю вывозит муниципальное предприятие Севержилкомсервис. В Оксино организован вывоз мусора еженедельно по субботам. В Хангурии и в Каменке также. Приезжает техника, жители уже знают, когда подъедет техника, к этому времени подходят. И в большие биг-беги собираются. И пока в Оксино складируется это все на открытой территории, а в Хангурии и в Каменке уже загружаются в ангары. В Каменке и Хангурии ангары для сбора и хранения отходов уже имеются. Ход работы по реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» в рамках поездки в Пустозерский сельсовет оценил сенатор Денис Гусев. Нам важно было посмотреть соблюдение и выполнение федерального законодательства в рамках обращения с твердыми коммунальными отходами. И действительно есть такой вот кардинальный сдвиг вывезены отходы с предыдущей свалки. И сейчас планируется площадка, строительство площадки ангарного сооружения для временного хранения твердых коммунальных отходов. Напомню, с 1 января прошлого года Ненецкий автономный округ перешел на новую общероссийскую систему обращения с ТКО, согласно которой в субъекте было выделено две зоны деятельности региональных операторов. В первую зону вошли Нарьенмар, село Тельвиска, поселки Искатели и Красное. Вторая зона – все остальные населенные пункты Заполярного района. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.